Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Сегодня у Туровя проходят цвяточные мероприемства, присвященные Дню Нарадженни Кириллы Туровского. В Дельнице Великой Чинной Войны гомельчанка Матрона Талюк отзначает 100-годовый юбилей. У Гомеля у ночи 11 мая побитый температурный рекорд. И больше подробно об этом и не только. Сегодня у Туровя проходят цвяточные мероприемства, присвященные Дню Нарадженни Кириллы Туровского. Православный богослов, церковный дедж, письменник, епископ Турова и один из духовных освятников Старорусской державы народился в этом городе в 1630-м годе. Канонизованный улик у святителя. Его память шанует православная и греко-католитская церква. В программе сегодняшних урочистостей – босская литургия и свято-духовной и народной музыки – великодный фестиваль у Туровя. Мы сегодня с ним общались. Вот так вот, как мы с вами сейчас общаемся, мы так и его просили. Чтобы он благословил нашу землю, чтобы он благословил наш народ, чтобы Господь благословлял наших детей, внуков и правнуков, чтобы мир и благословение всегда пребывало. Вот в этом особое отличие нашей церковной памяти от народной памяти, от исторической памяти. Вспоминаем какое-то историческое событие. Прочитали, у кого-то отложилась память, а кто-то забыл. Положили книгу на полочку и забыли. А у нас в церкви эта память пребывает всегда. Вот это чрезвычайно важно. Официйная делегация Гомельской области сегодня принимает уделу шестым Международным экономическим форумом у Витебску. Все лета он проходит под девизом «Инновации, инвестиции, перспективы». Одночасово тут открылся и 14-й республиканский экологичный форум. Удельники обо двух мероприемствах будут обмерковывать агольные для развития экономики и экологии задачи. Это рациональное выкарыстание природных ресурсов, протягнение инвестиций, укорнение инновационных технологий и поступовый переход до зеленой экономики. У Витебску працует и наша сдымочная группа. А зараз на телефонной связи со студой наш корреспондент Александр Гавейко. Проведение экономического и экологического форумов в одно время символично. Развитие экономики сегодня недопустимо без рационального природопользования. Это подчеркивают в своих выступлениях все спикеры. Уже состоялась церемония открытия. Сейчас идет работа в секциях среди наиболее популярных тем переработка отходов, зеленая экономика и водные ресурсы. В официальную делегацию Гомельщина входят представители комитетов природных ресурсов, общественных объединений и предприятий региона. Свою продукцию представили жидковичий химсервис и спецкоммунтран. Уже вечером организаторы обещают подвести первые итоги, а также назвать лидеров в деле экологического образования и природопользования. Гомель признанный лепшим областным центром краины по санитарным стане и добропорадкованне. За промоку у республиканским огляде Сиродхараду областного подпродкования города Минска Гомель узнагороджены пероходным вымпелом, посвечением и премией у померы 8 тысяч базовых величин. Сирод населенных пунктов с колькостью Жихароу от 10 до 50 тысяч человек лепшими стали Рогачоу и Житковичи, а также город Бероза Бресской области. Улик пероможца у категоры до 10 тысяч Жихароу также вошли два города Гомельской области – Наровля и Туров. Грошовые сродки пероможцам пероличат до 1-го лепеня. Не меньше 70% накируют на добропорадкованне и развитие населенных пунктов, до 30% на премирование керавников и работников, які добились найвышейших выників у добропорадкованні і озелененні. У дільнице Великой Чинной войны гомельчанка Матрона Талюк сё не отцветковала 100-годовый юбилей. Яна была медсестрой на фронте, пройшла всю войну і выратавала сотні життів. Господь вам сделал самый большой подарок. Это тот юбилей, который вы сегодня встречаете. Вам было позволено пройти всю войну. Страшное время. Но вы до сих пор с нами, вы до сих пор своих правнуков видите. Фронтовая медсестраса, праудный боец і клопатливый сябр – гэта ўсё про яе. Матрона Талюк – одна з немногих, хто сёння яшчэ може рассказаць про войну, каб школьники ведалі про яе не по книгах і фільмах. У весь жах 40-х гэтая жанчына зведала на сабі, а таму памятая і страх, і боль, і чарадовы пробаваніў на шляху да великай перамогі. На фронт пайшла ў 24 гады. Стала военная медсестрой перасонага шпіталя. Пад кулями і с нарадами выносила споля бою параніных. Пры гэтым для яе выбар істі ціне на фронту вогалі не стояў. Дзіля гэтага жанчэні навад прышлося перадаць на опякунства бабулі двухгадовага сына. Захады вайны Матрона Талюк паставіла на ногі сотні савецкіх салдат. Асаблі ва ёй запамніўся стіплый сержант-танкіст, тады шчэ невядомы Михаіл Калашніка ў будучы ствараннік легендарных аутамата. Фронтовая медсестра сама трымала сурьознае ранення, але дайшла да Берліна. Пасля капітуляціі ворога вернулася да дому і ўсё жыццё працавала кушыркай уродным гомілі. На фронте она стратила мужа і чотирох братов. Сёння ёе счастье – діти, чотироўнукав і восім праўнукав. Пачас веншавання ў імениннице ўручили новы пашпорт, квецкі і подарункі. Для молодёжи много значить быть защитниками і вообще, щоб не присуствувать на війне. Они молоді, вони не знают, що і как кончиться. Я прожила сто лет, це много значить тоже. Жить надо добросовестно. І яшчы одна круглая дата. Гомельская обласна організація Беларускага Таварыства Глухіх адзначала 90-годзе зня свайго утварэння. Урачыстае мероприємства разгарнулася у ДК Віпра. Пачас свята юные талінты ладзіли яскравую музычну праграму, а лепшыя ў сваёй справі працтаўнікі аб'яднання отрымалі гоноровыя узнагороды. Зараз Гомельская обласная організація Беларускага Таварыства Глухіх налічывая каля 2 тыс. чоловек. Людзям за саблівастями слыху янады памагае отрымаць працовныя месцы, врашаць іх праблемы рознага іншага характару і жыць паўнавартасным жыццём. У них возможности хороші. На сегодняшний день общество хорошее создало для них возможности. Школа даёт достойное образование школы у нас. В каждой области есть твоі школы для дітей с недостатком слуха. Есть третнеспециальне заведення. И работают они не тільки на заводах, они работают и руководителями, руководителями подразделений на предприятиях, в обществе, инженерами, конструкторами. Практически мало чем отличаются от обычных людей. Работу по профилактице ВИЧ-инфекции сёня обмярковывали у Гомелі. Форум под назвой «Тычыцца навад тых, кого не тычыцца» организовала областная организация беларускага товарыства червонага крыжа при патрымце аблавы канкама. Даудделу запрасіли урачоу-эпідемиологаў і представнікоў сродкаў масовой информации. Галуная мета данести до громадскасті, што ВИЧ-инфекция не присуд. Дякуючы досягненням сучасной медицины, гэтая хвороба перастала быць чумой 21-го стагодзя і прайшла з категоры ісмяротных у хронічны. До людей с остановчым ВИЧ-статусам треба адносіцца талірантна. Калі яны притрымливаюцца необходной терапії, могуць жыць паўновартосным плённым жыццём, не уявляючы пагрозы для громадства. Менавіта тому зараз сіродасновных на керункаў профілактикі ВИЧ-инфекции ранніе выявлення захворвання і празначэння терапії. Як свечыць статистика, своечасовая выявлення носьбіту инфекции дозволяя продухелит заражение яшче трох чалавек. Ситуация с ВИЧ-инфекцией остаётся сложной. Сейчас більше распространение ВИЧ-инфекции наблюдается среди обычного населения, рабочего населения, среднего возраста люди. И передаётся ВИЧ-инфекция половым путём. Самое главное – это, конечно же, верность супругу и необходимо использовать средства защиты, если вступают в какие-то половые отношения со сторонними людьми. Падчас семінару усі присутныя змаглі прайсці ананімнае экспресс-тестіровання ў мабільным пункці профілактикі ВИЧ-инфекции. Журналісты на власным прикладі показалі, што гэта з усім не страшна. Гэта необходна зробіць кожному, бо свой ВИЧ-статус треба ведаць докладна. Температурный рекорд пабіты ў Гомілі ў начы 11 мая. У апошні суткі утрымлювалася вельми халудныя надвор'я с температурным фоном по краіні на 8-11 градусів нижей за климатычную норму. Середня суточная температура за минулые суткі склала плюс 1-4 градусы. Пры гэтым температурный рекорд суток бэў пабіты толькі ў Гомілі. Начная температура пускалася до 0,6 градуса морозу. У попередній раз абсолютный минимум бэў зафіксаваны ў начы 11 мая ў 1945 годі. Калі был адзначана 0,4 градусы нижей за ноль. Завтра ў дзень надвор'я пачне паляпшацца. Краіна пынецца ў в області павышанага тіску. Температурный фон будзе паступова павышацца, але па ранейшаму не будзе датягваць до климатычной нормы. Гэтэ, а так сама іншая новіны, вы можэці знайсці на нашым сайці ў интернэте. Па адрасе www.тевергоміл.бівай. Далей ў эфіры «Спартывный огляд» з Максимом Савіным. До новых сустрэч. Далейш.